Чуть более 70% поверхности Земли покрыта океаном. По состоянию на 2020 год люди исследовали лишь около 5% из них. Представьте себя, что может лежать за пределами нашей досягаемости. Виды, с которыми мы еще не сталкивались. Мегалодоны из доисторических времен, кораблекрушения, произошедшие давным-давно, или затерянный город Атлантида. Возможно, это что-то темное и тревожное. Кто знает. Пока эксперты продолжают исследовать неизвестное, мы рассмотрим ряд загадок, которые подтолкнут вас к размышлениям. И начнем, пожалуй, с кораблекрушения 19 века. 16 мая 2019 года исследователи на борту Oceanus Explorer, Национального океанического и атмосферного управления, находились в Мексиканском заливе, когда дистанционно управляемый аппарат, который они тестировали, наткнулся на то, что выглядело как 200-летнее кораблекрушение. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что корабль был построен из дерева, имел медную обшивку и должно быть был в длину около 38 метров, прежде чем затонул. Однако в тот момент возникло больше вопросов, чем ответов. Археологи до сих пор не знают, откуда взялся корабль, сколько ему лет и что случилось с экипажем. Единственной подсказкой был номер 2109 на руле, а также железные и медные предметы, разбросанные поблизости. Обгоревшие куски дерева указывали на то, что корабль, возможно, загорелся перед тем, как затонуть. После того, как открытие было обнародовано, Фрэнк Кантелос из Ноау выразил надежду, что будут предприняты другие экспедиции с целью раскрыть тайны вокруг кораблекрушения. Хотя для начала было бы неплохо разгадать тайны Черного моря. Ранее известное как негостеприимное море и гостеприимное море, Черное море является сокровищницей странностей и тайн. Как и с Бермудским треугольником, с Черным морем связано много наблюдений странных существ, необъяснимых явлений и загадочных исчезновений. В 2000 году Роберт Баллард объявил об открытии доказательств того, что во время Черноморского потопа погибли люди. Это открытие связали с историей библейского потопа, как описано в книге Бытия. И естественно, это породило ряд противоречий. В средние века турки и русские сообщали, что видели водовороты в Черном море, которые поглощали корабли и даже острова. Эти водовороты, по-видимому, появлялись безо всякого предупреждения. Это привело к тому, что рыбаки стали избегать того района, поскольку считали его проклятым. Пять советских бомбардировщиков исчезли над Черным морем в декабре 1945 года и больше их никто не видел. В 1990 году исчез и греческий самолет. Это породило теорию о том, что может существовать магнитная аномалия, которая вызывает сбои в работе электроники. Говорят, что в 1991 году российская нефтяная платформа оторвалась от причала и уплыла в Черное море. Расследование показало, что все 80 рабочих якобы пропали без вести. Их брошенные пожитки и продукты питания были единственным свидетельством того, что они когда-либо находились на платформе. При таких же непонятных обстоятельствах пропало нефтяной танкер. 27 декабря 2018 года нефтяной танкер Намзе Бенгзот весом 1950 тонн с 11 членами экипажа и капитаном на борту отправился из Сампита Центральный Калимантан в порт Танчжун-Приок в Джакарте. Ожидалось, что он прибудет на следующий день. Однако 28 декабря в водах Уинджок-Караванга связь с судном была потеряна. Ввод данных в последний раз осуществлялся 3 января 2019 года. Национальное поисково-спасательное агентство считает, что танкер могли захватить пираты. Военно-морские силы с этим не согласились, заявив, что маршрут, по которому шел танкер, считается безопасным. К тому же никто не потребовал выкуп. Военно-морской флот также утверждал, что судно несколько раз меняло свое местоположение по пути из Джакарского залива в порт Сунда-Келапа, но не было найдено ни в одном из этих мест. Морской эксперт Олаан Саут-Гурнинг сказал, что несчастный случай был крайне маловероятен, поскольку сигналы бедствия не отправлялись. К тому же он не верил, что танкер дрейфовал в море, поскольку в таком случае его бы нашел флот. Национальное поисково-спасательное агентство продолжало поиски в океане в течение четырех дней, после чего этим занялись полиция и флот. На сегодняшний день танкер числится пропавшим без вести. Возможно, он угодил на остров смерти, а точнее на остров Тау. Тау – это идиллический остров, расположенный на западном побережье Сиамского залива. Тау – это остров черепах, который населяет коралловые рифы, вместе с другими удивительными морскими существами. Остров предлагает жилье в разных ценовых категориях. Это райское место для отдыха, по крайней мере, на поверхности. Его красота и роскошь скрывают темное и тревожное ядро преступной деятельности. Сомнительные слухи о плавающих на мелководье частях тел и о том, что остров контролирует местная мафия, оказались в центре внимания после серии необъяснимых смертей. Теперь люди с опаской относятся к путешествиям на Тау, или остров смерти, как его окрестили. И не без оснований. В 2012 году Бен Харрингтон умер после того, как его мотоцикл врезался в электрический столб. В то же время на мотоцикле был только он, а его бумажник и часы после аварии нигде не нашли. Его мать была уверена, что он стал жертвой преступления. К тому же, заключение судмедэксперта показало, что это был не несчастный случай. В сентябре 2014 года два туриста Ханна Уизриш и Дэвид Миллер были найдены убитыми на том же пляже, где Бен Харрингтон остановился перед своей смертью. Местная полиция не смогла не обезопасить место преступления, не проследить за портом острова. Вместо этого они сосредоточились на допросе двух мигрантов из Мьямны, которые в конечном итоге были признаны виновными и приговорены к смертной казни за эти убийства. Однако сотрудники полиции якобы не смогли получить образцы ДНК и проверить одежду жертв. Через две недели на том же самом пляже было найдено еще одно тело. Оно принадлежало 24-летнему Люку Миллеру. Затем на острове Тао исчезла 23-летняя Валентина Новоженова, и больше ее никто не видел. Шесть недель спустя было обнаружено тело молодой девушки, но это была не Валентина. Труп принадлежал бельгийской туристке Элизи Далемань. Ее тело сожгли и завернули в футболке. Кристина Мэриан Энесли, 23 года, была найдена мертвой в бунгало на острове Тао в январе 2015 года. Ее останки хранились в храме в течение нескольких дней, прежде чем было сделано вскрытие. Поэтому британский судмедэксперт отказался от результатов, предоставленных тайцами, по причине некомпетенции. Все эти необъяснимые смерти привели к слухам о семье серийных убийц на острове или причастности местной мафии. А может все дело в проклятиях, как это было судном ВАСП. Судно ВАСП было построено в 1880 году для рыболовного промысла, а также проверки маяков. Оно также перевозило судебных исполнителей, которые проводили выселение в нескольких районах. ВАСП было очень популярным в Дерри и часто посещало здешний порт вместе со своим родственником, кораблем Валиант. 21 сентября 1884 года судно ВАСП должно было отплыть в мавил для того, чтобы забрать судебных приставов и других служащих, которые должны были произвести выселение на острове Инистраху. Маршрут был хорошо известен и настроение у всех было приподнято. К сожалению, вскоре после этого случилась трагедия. Около четырех часов утра ВАСП налетела на скалы у острова Тори. Оно затонуло в течение 30 минут. 50 членов экипажа погибли и только шестеро выжили в результате трагедии. Впоследствии один из выживших заявил, что когда корабль приблизился к острову Тори, он шел только под парусами, а его котлы были выключены. Он собирался проплыть между маяком Тори и материком, вместо того, чтобы обогнуть остров, что было гораздо безопаснее. Кроме того, выживший утверждал, что все старшие офицеры крепко спали, оставив младших членов экипажа за главных. Тем не менее, большинство сходилось во мнении, что кораблекрушение было очень странным. Тем более, что корабль врезался в скалы прямо под маяком. Вода была спокойная, а погода хорошая. Маяк Тори ярко светил после затопления, но мнение о том, работал ли он в то время, когда судно приближалось к острову, расходилось. Одни считают, что свет потушили специально, чтобы не дать вас привезти на остров судебных приставов. Другие утверждают, что на судне находился проклятый камень Тори, что в конечном итоге привело к катастрофе. Расследование Адмиралтейства не дало никаких подсказок относительно того, что именно пошло не так. И потопление ВАЗ подстает с окутанным тайной. Возможно, когда-то эту загадку решат дайверы. Хотя и с ними бывают загадочные истории. Дайверы тоже не застрахованы от паранормального опыта при исследовании глубин океана. Они слышат не только звуки запускаемых двигателей, когда на поверхности нет лодок, но и странные скрежущие звуки, доносящиеся из машинного отделения японского корабля Хокимару, затонувшего в лагуне труп в Японии в 1944 году. В 2007 году группа дайверов исследовала океан, окружающий гренаду. Утомившись, группа вернулась на свой корабль, чтобы посмотреть записи о том, что они видели под поверхностью океана. Один из членов группы спросил, не видели ли его товарищи дайвера в белой рубашке, который махал им рукой. Никто, кроме него, не видел этого таинственного дайвера. Более того, все члены группы были на месте, а других лодок или кораблей в этом районе не наблюдалось. Группа так и не узнала, кем был дайвер в белой рубашке. В 2012 году инструкторы по подводному плаванию ныряли в Сан-Трозе, штат Калифорния, когда они заметили неизвестного дайвера с розовым аквалангом, плавающим рядом с голубой дырой. Они подплыли поближе, чтобы узнать, не попал ли дайвер в беду. Но не успели они добраться до дыры, когда дайвер исчез. Инструкторы по подводному плаванию немедленно уведомили полицию, которая в свою очередь сообщила им, что другие дайверы также видели фигуру голубой дыры. И она также исчезала, когда они пытались приблизиться к ней. Возможно, каким-то образом этот дайвер оказывался в Уцура Буне. Странная история Уцура Буне уже давно стала частью фольклора. Она повествует о необычной лодке, выброшенной на берег Японии 22 февраля 1803 года. Рыбаки, видевшие лодку, утверждали, что она была круглой формы, с окнами верхней части и полосками металла в нижней. Они подняли на борт и обнаружили одинокую пассажирку, сидящую из стены, испещренной странными письменами. Пассажирка – молодая рыжеволосая женщина, держала на коленях коробку и не понимала языка рыбаков. Она также отказывалась выпустить коробку из рук. Инцидент получил название Уцура Буне – пустой корабль. И в то время рыбаки думали, что женщина, возможно, была принцессой, которая хранила в коробке, которую она так крепко держала в руках, голову своего мертвого любовника. Не зная, что с ней делать, рыбаки пустили лодку по течению вместе с женщиной. Они никогда не видели таких стеклянных окон и металлических полос, как на лодке. В конце концов, они пришли к теории, что женщина могла быть инопланетянкой. Другие не связывали появление лодки с чем-то инопланетным и вместо этого полагали, что рыжеволосая женщина была шпионкой из России. Хотя вполне возможно, это была сама Сцилла. Ведь морские монстры всех форм и размеров – частые герои легенд. Трудно не почувствовать легкую дрожь трепет упоминания Кракена, гигантских кальмаров или акул-людоедов. Истории о столкновениях с морскими чудовищами существуют уже сотни лет. Одна из наиболее известных повествует о Джоне Хайте и его спутнике, которые отправились на Мадагаскар в 1889 году, чтобы узнать от местных жителей об огромном зеленом морском змее, напавшем на рыбацкую лодку и съевшем одного из четырех ее пассажиров. Он гнался за тремя выжившими до самого берега, а затем снова исчез в море. Хайт организовал поисковую группу, чтобы найти несчастного рыбака, на которого напало чудовище. Он встретился с монстром и попытался убить, но ему это не удалось. Естественно, нет никаких доказательств, подтверждающих эту историю. Единственный отчет о ней появился в Washington Herald в марте 1909 года. Еще одна тревожная история увидела свет в журнале Фейт в 1965 году. 16-летний Эдвард Брайан Маклири отправился в море в Мексиканском заливе в 1962 году со своими четырьмя друзьями Уорреном Фелли, Эриком Рюлом, Ларри Биллом и Брэдом Райсом. Маклири вернулся домой один, измученный и напуганный. Он рассказал полиции, что в воде появилось морское чудовище, а точнее дракон, который напал на его друзей и убил их. Он описал чудовище как существо с шеей длиной около четырех метров, зеленой чешуей и удлиненной головой, напоминающей черепаху. Маклири опроверг утверждение о том, что он принял подводную лодку за ужасное морское чудовище и продолжал говорить, что новостные издания отказываются публиковать его историю из-за упоминания о чудовище. Тело Ларри Билла было обнаружено, он утонул, но трое других мальчиков так и не были найдены. Что именно произошло в тот роковой день, до сих пор остается загадкой. На этом на сегодня все, а если хотите узнать больше истории прошлого, заходите на мой канал, там вы найдете много интересных видео.